Комментарии к толкованию Феофилакта Игнатий Лапкин, часть 3 Толкование на Матфея 5.8 Как зеркало тогда отражает образы, когда чисто, так может созерцать Бога и разуметь Писание, только чистая душа. Комментарий Игнатия Лапкина Здесь взаимосвязь. При чистой жизни Бог открывает смысл Священного Писания, а усвоение Писания делает жизнь еще более чистой и побуждает к ревности и подвигу о Христе. Толкование на Матфея 5.13 Посему не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять и разлениться, то чем исправиться? Он должен быть лишен учительского сана и подвергнут презрению. Комментарий Игнатия Лапкина Горькими обличениями называется то, что причиняет горесть, обиду, затрагивает оскорбленное самолюбие. Не случайно Слово Божие называется мечом обоюдоострым, которым можно и рассекать, и поразить самого себя. В Откровении Иоанна Богослова говорится «Елея же и вина не повреждай» глава 6-6 стих. Елеем называется то Слово, которое умягчает кротостью увещаний. Вином же называется строгость обличений. Проповедующий, решившийся нести Слово Божие, не должен повреждать свойства Слова Божия, взирая на лица. То есть в большинстве случаев обличительные и грозные слова говорят к нижестоящим, а к вышестоящим, имеющим власть, говорят слова ласкательства. Говорить обличительное слово по отношению к имеющему власть умерщелять – кто способен на это? Библия показывает нам таких героев веры бесстрашных обличителей. Пророк Илья, пророк Иеремия, первомученик Стефан, апостол Павел. Жития святых показывает нам много подобных примеров, как Иоанн Златоуст, Феодор Студит, Максим Исповедник, Исаакий Далмацкий, Митрополит Филипп. Нас более всего интересует обличительное слово к правителям России. И здесь мы можем задать вопросы. Почему церковь была так бедна бесстрашными обличителями в адрес царей, патриархов и епископов? Громили тех, против кого шла государственная власть. Говорили об общем низком духовном уровне. Но чтобы конкретно к царям, как Иоанн Златоуст против Евдоксии, как Илья против Ахава, этого не было никогда. Почему? Блаженный Фефилакт обращается не только к стоящим за церковной кафедрой, но ко всем вообще. Не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Более всего, конечно же, это касается священнослужителей. Разве патриарх не видит, что сделали правители и кривители со всем народом? Как обокрали его? Как уничтожается нравственность? Почему ни в одной речи он не обличает президента, правительства, епископов? Если учитель потеряет ум, то есть, если не будет учить, обличать и исправлять и разлениться, то чем исправиться? Если нет обличения, значит невозможно ждать и исправления. Златоуст называет обличения скальпелем хирурга, прижиганием, отсечением. Оставляющие горькие обличения обрекают не только свою паству, но и всю страну нагниения. И как потерявшие ум заботятся о каких-то диссертациях, богословских званиях. Где эти уроки обличения для семинаристов? В какой предмет они заложены? Чтобы обличать и исправлять кого-то, нужно знать отступление того, кого обличаешь и в чем он отступает от заповедей Божьих. Это изречение Феофилакта должно быть сегодня вывешено в виде плаката во всех храмах. Не оставляйте горьких обличений, если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять, и разлениться, то чем исправиться? Толкование на Матфея 5.34-37 Комментарий Игнатия Лапкина Царская Россия именовалась православным государством, но несмотря на это принуждала всех своих подданных, и православных, и неправославных к клятве при поступлении на военную и гражданскую службу, так как присяга была не просто торжественным вещанием, но в ней присутствовали слова «клянусь, клянусь, клянусь». В связи с этим православные богословы вынуждены были оправдывать такие противоевангельские поступки, говоря, что запрещается только клятва ложная. Такие объяснения мы можем увидеть и протоиерея Григория Дьяченко, и архаепископа Аверкия Таушева, и у других. Однако, вот что говорят об этом святые отцы. «Клятва вообще запрещается, тем более достойна осуждения клятва, данная в злом деле». Свидетель Василий Великий «Весьма плохо и давать клятву, и требовать ее, в обоих случаях оскорбляешь правду». «Как избежать клятвы? Приобретем такие нравы, которые бы внушали доверие. Избегай всякой клятвы. Но чем же утвердить других? Словом и жизнью?» «Избегай всякой клятвы. Но чем же уверить других? Словом и жизнью, удостоверяющей в слове. «Сделай, чтобы посредником твоим были твои добрые нравы», – святитель Григорий Богослов. «Соглашайся, лучше понести ущерб, чем дать клятву», – преподобный Ефрем Сирин. «Поистине, если клясться – дело дьявольское, то какому наказанию подвернет нас преступление клятв? Тяжек этот грех, клятва, потому что не кажется тяжким. Потому я и боюсь его, что никто не боится его. Потому эта болезнь и неизлечимо, что она не считается болезнью. Бог угрожает разрушить дома клянущихся, чтобы этим наказанием сделать других более благоразумными. «Принуждающий к клятве еще неизбежнее, чем тот, кто клянется, подвернется наказанию. Равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует. Если кто не желает прекратить клятвы, то я запрещаю такому человеку приступать порог церковный». Клятва. Поистине есть сеть сатанинская. Освободимся от этой сети. Убоимся заповеди Господа. Приучим себя к лучшему, чтобы, простираясь вперед и исполнив эту и прочие заповеди, сподобиться благ обещанных любящим его. «Клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме пренебрежения к имени Божию. Умоляю вас, помните об усекновенной главе Иоанна. Она как бы говорит, «Ненавидьте моего убийцу клятву». Святитель Иоанн Златоуст. «Дает ли кто верную клятву или нарушает свою клятву, подвергается наказанию. Поэтому избегай клясться и несправедливо и справедливо», преподобный Нил Синайский. «Не клясться значит и не требовать клятвы. Ибо если не хочешь сам клясться, то и от других не потребуешь клятвы по следующим двум причинам. Вопрошающий или стоит в истине, или напротив того лжет. Если человеку обычно стоять в истине, то без сомнения он и до клятвы говорит истину. А если он лжец, то лжет и поклявшись». Преподобный Исидор Пелусиот. Тема более недопустима. Никакая клятва или присяга безбожному светскому государству. Толкование на Матфея 9.37-38 «Жатвую называет народ, требующий попечения, а делателями – тех, которые должны учить, но которых тогда не было в Израиле». Комментарий Игнатия Лапкина. Говоря о своих современниках, Иоанн Златоуст замечает. «Двенадцать апостолов заквасили евангельской проповедью весь мир, всю Вселенную. Сознайтесь же, насколько худы мы, что если нас столь много, а город почти весь неверующий. Вопрос о делателях встал с первого дня, но так и не разрешился до ныне. При жизни Христа это имело объяснение, потому что Дух Святой еще не сходил на землю. Но со дня Пятидесятницы и особенно с начала гонений в Иерусалиме проповедь о Христе, благая весть о спасении, дарованном Богом, как пожар, разрасталась не только в Иерусалиме, но и во всей Римской империи». Деяние 8.4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Проповедь о Христе включает в себя признание каждого самим себя грешникам, погибшим бесповоротно и навсегда. «Человека нельзя исправить никакими таинствами, требами и богослужениями, и никакими святынями. Истинные делатели на Ниве Господней всю свою проповедь иногда сжимают до трех слов». Марка 1.15. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». 1 Иоанна 4.8. «Бог есть любовь». В более расширенном варианте это звучит так. Римлянам 5.8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Ефесянам 5.14. «Посему сказано, стань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Иоанна 3.16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Деяние 4.12. «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Все эти стихи из Священного Писания нужно выучить наизусть и знать их полное растолкование. Каждого из этих стихов достаточно делателю на Ниве Божией, чтобы успешно сжать пшеницу и бороться с плевелами. Житие святого евангелиста Марка должно побуждать архиереев решительно и быстро находить достойных для рукоположения. «Горе, когда вместо пастыря будет волк-наемник, если пастырь сам не родится свыше, не руководим Духом Христовым, кого он может привести ко Христу?» Вся деятельность апостолов заключалась исключительно в проповеди, в соделывании святых из грешников, чтобы из волков получились овцы, из Савла Павел. Об этой нужде церкви должен молиться каждый, принявший Христа в свое сердце. Если душа не возродилась от Духа Святого, не имела личной встречи со Христом, то никакие семинарии, академии, рукоположения ничего не дадут. И чем выше такой будет подниматься по иерархической лестнице, тем более будет возноситься умом, переполняться тщеславием, интеллигентским снобизмом, всезнанием. А нужно только одно – любить Бога, любить людей. Кто не проповедует о Христе, об этой небесной амнистии грешникам, тот не любит Христа и благую весть. Быть делателем на Ниве Господней – это небесное призвание уже в звании оглашенного. Исцеленный Христом бесноватый тут же отправился в город и возвестил всем, что он здрав, а свиньи утонули, погибли. Господи Иисусе Христе, сжалься над несчастной Россией, тысячу лет она уже взывает к Тебе в лице святых своих избранных Твоих. Господи, вышли истинных служителей, любящих Слово Твое, и чтобы выше проповедений ничто не стояло в их жизни и в нашей. Пробуди пастырей, чтобы они искали Тебя, Слово Твоего, чтобы не внешний блеск, ритуал богослужения, а живая проповедь на родном русском языке обращали людей к Тебе. Вышли истинных делателей на Ниву Твою. Толкование на Матфея 10.9.10 Будете питаться от учеников своих. Они обязаны доставлять вам это как делателям. Комментарий Игнатия Лапкина Феофилакт пишет, что учителя будут получать от учеников за свои труды. Но сейчас, так как учителя, священники не учат, и ученики, то есть православные прихожане, добровольно десятину и пожертвования не несут, то учителя, чтобы прокормиться, вынуждены продавать то, что получили даром – благодать, и требуют деньги за таинство требы молитвы. Прихожане вынуждены выкладывать эти деньги, часто немалые, потому что у священников в этом вопросе полное монополия. Впрочем, прихожанам такие торговые отношения нравятся, так как заплатив, ты больше ничем не обязан ни попу, ни церкви, ни богу. Этот грех торговли благодатью называется симонией, и за ним следует отлучение от церкви. 23 правило 6 Вселенского Собора и правило 44 и 45 Стоглавового Собора. Комментарий на Матфея 10.32.33 Комментарий Игнатия Лапкина. В самом начале, еще на подходе к созданию церкви, Христос ставит непременное условие спасения проповедь. Ни молчание, ни монашество, ни богослужение, ни самоуглубление, хотя все это появится и сыграет свою положительную и отрицательную роль. Христос говорит притчу о Сеятеле. Лука 8.5 Вышел Сеятель Сеять. Великим Сеятелем является Иисус Назариним. К подражанию, к следованию за собой он призывает всех своих учеников. Этот принцип Сеяния является основным признаком того, что душа возродилась во Христе Иисусе и в ней отобразился Христос. Филиппийцам 2.5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Воскресший Иисус ищет деятельные души, которые подчиняются Ему во всем и всюду следуют за Ним как за пастырем. В дальнейшем, особенно в 4 веке, с момента провозглашения христианства государственной религии, когда не десятки и не тысячи, а миллионы номинальных христиан заполнят церковь, искренне желающие спастись увидят в этом гибель, невозможность исполнять заповеданное Христом и находиться в этой обмерщенной церкви. И они побегут в пустыне, будут образовывать монастыри, писать свои уставы почти не сверяясь, не согласовываясь с Евангелием. Начнется самоуглубление, будут измыслены всевозможные подвиги, борьба с плотью, и будут в этом деле свои чемпионы, такие как Паисий Великий, Антоний Великий. В дальнейшем счет пойдет не на десятки, а на миллионы отшельников и монахов, которые за всю жизнь ни разу не держали в руках Библию. Они скрывались за этими монастырскими стенами навсегда, скрываясь от мира, ходили на исповедь ежедневно, открывая свои помышления руководителям-старцам. Все здесь, как и в житии Марии Египетской, поражает воображение, сила их духа, подвига. Но во всем этом нет ничего не только евангельского, но есть прямо противоевангельское. Спаситель заповедовал идти в мир, а не прятаться от мира. Евангелие Таана 17.15 Движение души, потянувшееся к Богу, может быть спасительным только тогда, когда эта душа свой путь будет сверять с кровавыми следами Спасителя. Церковь Христа – это гостиница, но не тюрьма. Человек, привезенный в гостиницу добрым самарянином, имеет свой дом знакомых, к которым, конечно же, он и возвратился после излечения. Израненная грехами душа, признав себя погибшей, уверовав в искупительную заместительную жертву голговского страдальца, принимает его в свое сердце. И Господь берет грехи этого человека на себя, и умирает за них на кресте, и омывает их своею причистую кровью. Получив прощение грехов во святом крещении, этот человек благословляется Иисусом на труд в этом погибшем мире. Он не замыкается в стенах церкви и монастыря. Это противоестественный, антиевангельский путь. Он обязан, по чувству любви к ближним, подобным себе, исповедовать Христа как Агнца, как Пасху новую. Он должен выйти на пажить, как самарянка, пошедшая от Христа в город, как исцеленный бесноватый. Евангелие Теана 10.9 Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Перечитайте несколько раз этот стих. Рассуждая от обратного, мы услышим такое звучание, что если человек, вошедший в церковь, не выйдет на проповедь о распятом и воскресшем Спасителе, не будет искать эту пажить, то есть души, над которыми он должен трудиться, он не спасется. Вошедший Христом в церковь и замкнувшийся в монастырских стенах, не исповедующий Иисуса Спасителем, обещанным Иеговой, Мессией, не спасется. 1 Иоанна 4.15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Апостол Павел умолял последователей Христовых смотреть на опыт тех, кто следовал за Иисусом, дабы эти люди были покорны словам Евангелия, которые они приняли всем сердцем и исповедуют перед всеми, что это их светильник и руководство в жизни. 2 Коринфянам 9.13 Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Христос ставит непременное условие исповедовать имя Его перед теми, кому мы будем иметь доступ. Он обещает победу своим верным служителям, обещает и то, что Он Сам исповедует таких перед всей Вселенной в судный день, что это Его верные последователи, которые шли за Ним, куда бы Он их ни повел. Откровение 3.5 Побеждающий обличется в белой одежде, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его. Исповедовать – значит свидетельствовать о любви Божией, освящая мрак этой жизни. 1 Фессалоникийцам 1.8 Ибо от вас понеслось Слово Господнее, не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. То, что сегодня называют православием, прийти, помолиться и снова молча заниматься своими делами, даже своей душою никому не свидетельствуя о пришедшем Мессии, о Его скором возвращении на землю. Такой веры первые христиане не знали, и такая вера в языческом окружении сгинула бы в первом столетии. Произошла страшная подмена Евангелия вымыслами человеческими, которые преподносятся в обложке святости. Но возрожденная душа скинет с себя эти вериги и воскликнет. Псалом 118.113 Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Истинное православие – это жизнь во Христе по Евангелию с непрестанным исповеданием Спасителя своего. Субтитры создавал DimaTorzok